Так что место это очень и очень красивое. К сожалению, мы туда не заезжаем на экскурсии. Вот так вот, если какие-то есть тематические экскурсии, поднимаемся туда наверх, на крышу этого монастыря, и оттуда вся страна как на ладони. Вот слева, видите, еще домики стоят на вершине горы Кармель. Это вот эта друзская деревня Далиэль Кармель. Друзы, про которых я вам рассказывал, там вот они живут. А еще дальше, левее, там на склоне горы город Хайф уже находится. Вот мы когда скоро-скоро с вами приедем в город Циборь и поднимемся на эту обзорную башню крестоносцев. Вот город Хайф и гора Кармель как на ладони подходит. А вот долина, где мы сейчас с вами проезжаем. Долина, это на иврите называется Израильская долина. Вот она как раз отсюда, от горы Кармель, туда направо, на юго-восток уходит. Израильская долина в переводе на русский язык, семья Господня. Очень и очень здесь плодородная земля, вот этот краснозем Терра-Росса. А в христианской традиции эта долина немножечко по-другому называется. Называется она долина Армагеддон. Место последней битвы между силами добра и зла, как вот в Библии написано. Когда-то в библейские времена здесь, в этой долине, находился большой торговый город, который назывался Микидо. Находился он на невысоком холме, на невысокой горе. Гора на иврите, небольшая гора, звучит как Арм. И вот словосочетание Арм. Мики.